Управляющие компании расплатятся за то, что филонили во время снегопадов. Теперь за работой дворников будут следить прокуроры. Это утро дворник Абду Бакир мог бы провести вполне обыденно, чередуя в руках лопату, метлу и ведерко с песком. Если бы не заглянул в этот двор представители закона, пришлось выкладываться на 100%. Жители нескольких домов неоднократно жаловались в прокуратуру на скользкие тропинки и заснеженные дороги. Ведомство организовало ревизию. Проверяем качество уборки придомовой территории, вывоз снега в соответствии с правилами 13.34, утвержденным постановлением правительства города, своевременность нанесения пескопосыпочной смеси. Должностное лицо оценивает работу дворников не на глазок, а по целому списку критериев, которые утверждены постановлением правительства города. Давайте я попробую посыпать, а вы мне подскажете, правильно ли я делаю или нет. Как надо посыпать? Ну, гостями, соответственно, вот на наливку, на те участки, где есть наливка. То есть не надо там деками. Вот так надо сыпать? Оказалось, что дворник Экранжон, или по-русски Игорь, знает, как сыпать песок не хуже прокурора. За 8 лет работы неплохо набил руку на этом деле. Сейчас такую работу можно назвать образцово-показательной. А вот месяцем раньше его родная управляющая компания, как и несколько других в московском районе, получили прокурорское представление. Делают, если что-то недостаточно, делают какие-то замечания, которые мы тут же устраняем с фотофиксацией, отчеты. Но стараемся этого не допускать. Делаем все своевременно. Когда речь идет об уборке двора, работает круговая ответственность. За последний месяц в обработке 7 представлений. От прокуратуры досталось управляющим компаниям, затем жилищному агентству и под конец администрации района за то, что плохо контролировали коммунальщиков. Прокуроры, конечно, не будут стоять над душой у каждого дворника, но точно придут еще не раз.